Судьи Конституционного суда в гражданской одежде. Строгие мантии ждут трудовых будней, а сегодня здесь праздник. Десять лет назад первый состав судей принял присягу. Так был образован Конституционный суд ПМР. Новый орган создали на паритетной основе. По два представителя от президента, парламента и судейского сообщества. Конституционный суд призван следить за соответствием норм права основному закону государства. Это практически единственный орган власти, обеспечивающий ограничение самой государственной власти в пользу права. Именно с помощью Института судебного конституционного контроля возникает реальная возможность привлечения к ответственности государства в целом своеобразной санкцией, которая является отмена противоречащих Конституции нормативных актов. Сегодня основная часть обращений в Конституционный суд поступает от граждан. За защитой прав сюда обращаются и органы госвласти. Сегодня отметили, Конституционный суд доказал свою состоятельность. Заслуженным сотрудникам вручили государственные награды. Среди них и Виктор Карамануца. Он в суде уже 10 лет. За всеми решениями Конституционного суда состоят наши люди, граждане. Очень самое большое количество обращений все-таки от наших граждан, которые обращаются с вопросом о конституционной системе той или иной норме, которая применена в их конкретном деле. За 10 лет здесь прошли путь от создания до эффективно действующего органа государственной власти, отметил в своем поздравлении председатель правительства Петр Степанов. А президент Евгений Шевчук, в свою очередь, подчеркнул, Конституционный суд всегда следует норме основного закона. Так должно быть и впредь. Хочу пожелать в этот день членам Конституционного суда, руководителю законных, конституционных и справедливых решений, всему коллективу успехов и чтобы мы с вами встретились на следующий год уже в другом здании Конституционного суда. Кстати, новоселье в Конституционном суде может быть совсем скоро. Президенту сегодня показали, как идут ремонтные работы. Реконструкция здания находится на завершающем этапе. Главная проблема – нехватка средств. Тем не менее, в суде отмечают – новое здание – это не главное. Важно всегда оставаться на страже основного закона государства.